всем привет в эфире каткод и сегодня мы рассмотрим тему очередей это очень непростой вопрос но начнем не сразу с практики не будем применять их на живом примере а поговорим именно о том когда их следует применять когда я только начал знакомство с laravel меня он настолько вдохновил что я прям зачитывался документацией хотел вникнуть во все возможности этого фреймворда и дойдя до раздела очередей я как бы сразу понял как с ними работать но в целом там нет ничего сложного но при этом когда начал разрабатывать уже проект на laravel делая их один за другим я ни в одном из них не применял очереди потому что просто находил момента где их следовало бы применять и даже если уже внедрялся в какой-либо проект в команду где они были я как бы понимал как с ними работать они меня никак не смущали но при этом каждый мой новый проект либо какие-то задачи где стоило бы применить очереди я их избегал потому что вот как раз таки не понимал тех моментов какие задачи нуждаются в этих очередях и поэтому для начала мы об этом поговорим и так когда следует применять очереди скажем так любые события вашем скрипте которые заставляют пользователя ждать и это ожидание можно было бы сократить за счет очередей это как раз то место всегда в разработке обращайте внимание на производительность и работайте над оптимизацией смотрите как пример регистрация пользователя часто при регистрации в обработчике также присутствует отправка email уведомления с текстом добро пожаловать и эта отправка занимает некоторое время так как происходит коннект с почтовым сервером и сама отправка и пользователь нажимает на кнопку зарегистрироваться и при этом ждет 3-4 секунды а то и более пока форма обработается и произойдет загрузка если вы бы эту отправку добавили в очереди то пользователь когда нажал бы на кнопку зарегистрироваться у него бы произошла мгновенная загрузка а в фоновом режиме уже бы произошла отправка email уведомления вашим сервером если взять более нагруженный процесс то это обработка файла от пользователя скажем пользователь загружает товары на ваш сайт через excel файл и тем самым добавляет товары если вы также организуете мгновенное считывание файлов то этот процесс займет очень много времени даже если товаров будет немного то процесс будет не быстрым а если а в противном случае браузер просто уйдет в тайм-аут и очередь здесь как раз бы сделала загрузку мгновенной а добавление товаров бы произошло по мере выполнения задачи в очереди я надеюсь эти примеры дали понимание когда нужно по не применять очереди друзья те кто смотрел уроки polar well с нуля на моем канале помнят что когда мы делали реализацию восстановления пароля мы как раз отправляли email уведомления пользователю с новым паролем я говорил о том что эту отправку желательно реализовать через очереди как раз сегодня мы этой реализации и займемся еще хотелось бы обратить внимание на файл настроек очередей который располагается в директории конфиг qphp здесь нужно обратить внимание на тип очередей по умолчанию по умолчанию он будет задан синг то есть очередь будет выполняться мгновенно и что никак не повлияет на скорость выполнения вашего обработчика сегодняшнем уроке мы рассмотрим тип database то есть задача будет попадать в базу данных таблицу jobs и далее laravel worker будет отслеживать новые задачи и по мере поступления их выполнять тем самым у нас не произойдет сразу мгновенная отправка email уведомления он она просто у нас запишется в базу а позже уже в фоновом режиме выполнится да и смотрите по умолчанию в laravel нет таблицы jobs ее нужно для начала создать делается это просто есть команда в laravel php artisan qi table который как раз создаст миграцию с этой таблицей так миграция создана вот она здесь мы видим одну таблицу jobs давайте далее выполним миграцию добавим ее в нашу базу данных так таблица добавлена то есть после этого уже наши очереди будут работать с типом database далее давайте создадим саму задачу которая будет выполняться в очереди для этого выполняем следующую команду php artisan make job назовем ее for god user email job так все создано располагаются они в директории апп папка jobs вот класс созданной задачей так он выглядит по умолчанию и так в констракте мы передадим нужные данные а метод handle это как раз исполнительный метод нашей задачи сюда давайте сразу мы перенесем отправку e-mail уведомления и нам потребуются две перемены пользователь и пароль для этого необходимо добавить протект перемены паспорт и добавить их здесь далее уже в handle методе мы их получили они у нас будут и здесь мы работаем работаем через эти перемены отлично на этом job по отправке e-mail уведомления готов и так давайте выполним эту задачу через очереди уберем мгновенную отправку e-mail уведомления и добавим эту задачу с отправкой в очередь делается это через helper dispatch в него передаем наш job класс который только что создали и здесь объект юзера и пароль есть еще и другие способы как добавить задачу в очереди к примеру через метод в контроллере dispatch здесь также передаем job что будет равносильно и вызову хелпера также есть способ работать от job класса далее вызываем метод dispatch и сюда также передаем объект юзера и пароль то есть здесь будет три варианта они абсолютно идентичные какие вы будете использовать выбирайте сами мы же продолжим с использованием хелпера dispatch давайте посмотрим что у нас получилось но для начала нужно изменить тип очередей у нас стоит по умолчанию синг нам нужно поставить датабейс чтобы они работали через базу данных они мгновенно поэтому открываем файл . и нви и меняем q и коннекшен синг на датабейс теперь давайте посмотрим открываем наш сайт который мы делали в курсе ларавел с нуля и попробуем восстановить пароль так форма обработана давайте посмотрим что у нас в таблице jobs в нашей базе данных видим что у нас появилась задача на отправку email уведомления но при этом email уведомления не отправлены почему по что задача висит в базе данных но нет воркера который бы ее подхватил для того чтобы включить воркера который будет постоянно отслеживать ваши задачи в очередях и выполнять необходимо выполнить команду php artisan qi work и мы видим в консоли что у нас задача с отправкой уведомления попала в процесс и выполнила и выполнилась давайте посмотрим в ящик и мы видим что письмо пришло с паролем воркер будет работать и ждать задач до тех пор пока вы не закроете консоль думаю вас возник вопрос а как быть на живом сервере ответ простой для этого необходимо использовать супервайзер в документации поларовел есть информация о том как его настроить здесь нет ничего сложного мы также добавляем воркера и запускаем процесс на отслеживание задач и происходит все то же самое друзья этих базовых знаний уже будет достаточно чтобы вы могли работать с очередями на ваших проектах но о чем еще хотелось бы поговорить что если в задаче в джобе возникла ошибка давайте попробуем воспроизвести скажем воспользуемся фасадом mail2 которого не существует и далее попробуем опять восстановить пароль так давайте посмотрим в базу еще раз у нас появилась задача в таблице jobs далее снова вызовем воркера который пытается выполнить этот джоб и выпадает ошибка теперь если посмотрим в таблицу мы видим что в таблице jobs уже никаких задач нет а в таблице фейлы jobs эта таблица кстати по умолчанию в ларавел появилась задача с ошибкой и мы видим exception то есть какая ошибка у нас выпало что mail2 не найден далее команда печь пиар тиса фейлы мы также можем посмотреть какие у нас есть задачи которые не выполнены увидеть айди этой задачи и далее через команду печь пиар тисан пиар тире и далее передав айди этой невыполненной задачи мы можем попробовать ее выполнить еще раз либо через параметр ол пройтись по всем невыполненным задачам далее если мы посмотрим что у нас произошло после этой команды у нас уже ее нет фейлы jobs она снова добавлена в обычную с таблицами с таблицу jobs если мы сейчас опять все запустим воркера ну либо если бы это была ситуация на сервере он всегда работал то эту бы задачу он попробовал выполнить еще раз в данном случае она бы также у нас не выполнилась но если мы ее исправим и вернем mail и сейчас запустим воркера то она само собой выполнится друзья на этом по очередям все мы рассмотрели базовые возможности очередей чтобы у вас сложилось общее представление как они устроены и вы могли с ними работать мы еще будем к ним возвращаться рассматривать дополнительные возможности и особенности на этом этот урок окончен всем кому понравилось нажимайте лайк подписывайтесь на канал кто еще не подписался те кто оформляйте подписку на моем проекте каткод на этом все всем спасибо за просмотр увидимся в следующем ролике